Без исторической ретроспективы мы не способны понять, почему произошло то, с чем мы сегодня вместе с другими странами мира боремся. Это вселенское зло, это форма фашизма. Я предпочитаю называть это явление, сложный такой симбиоз, идеологический, ментальный и политический, который имеет место в России, расшизмом. Все это произошло не на пустом месте. Когда-то я читал очень интересные материалы, связанные с позицией Ельцина в отношении Украины на раннем этапе его политической деятельности. И оказалось, что уже тогда, вы помните, наверное, известную его фразу «берите суверенитета столько, сколько вам хочется». Так вот, оказывается, что это была популистская такая фразеология, риторика, за которой не стояло ничего реального. Мы понимаем, что в Советском Союзе главным органом, который латентно выполнял роль такой зачистки, формирования общественного поведения, общественного мнения, были спецслужбы. Они никуда не исчезли. Россия постперестроечная все это обрела и, более того, развивала это все. В недрах этих спецслужб формировались программы возвращения Украины и других республик в какой-то новый формат. Потом это был СНГ, были другие предложения различные. Но... Евразийский экономический союз нам предлагали, да. Да, да, да. Поможенные союзы и другие. Все это имело целью оставить Украину в орбите Москвы, поскольку без Украины формирование империи, вот той славянской, основанной на мифе три единого народа или трех народов-братьев с единым историческим прошлым, которое было присвоено Кремлем, по сути. Потому что, собственно, вот это московское образование государственное, оно никакого отношения к Киевской Руси не имеет. Но вот эта монополизация, приватизация истории и Киевской Руси, и этой культуры политической и национальной, оно формировало основы расшизма, основы русского мира, так называемого. Так вот, уже при Ельцине, невзирая на то, что вот такие демократические заявления вроде бы были, мы будем формировать новые отношения, у нас будет паритет в отношениях, мы будем строить на равноправных отношениях с бывшими союзными республиками, оказались не подкрепленными никакими действиями. Достаточно вспомнить только газовые войны, которые продолжаются до сегодняшнего дня и превратились на самый эффективный инструмент не только давления на бывшие советские республики, но и на европейские государства. Кстати, надо сказать, что Западная Европа так и не смогла раскусить в свое время Путина, пошла на поводу у него и не смогла диверсифицировать поставки нефти и газа, чем поставила себя в зависимость от Москвы. И в результате мы имели 2014 год, в результате мы имели многочисленные отключения не только Украины, не только газотранспортных магистралей Украины, но даже поставок в Западную Европу. Эта политика показала свою близорукость. Попытки умиротворения диктатора, они всегда заканчиваются вот такими плачевными результатами. Но то, что произошло в этот раз, превосходит все ожидаемые оценки, расчеты и прогнозы.